В день государственного флага выдающимся жителям Верхней Волжи вручили государственные и региональные награды. Также в торжественной обстановке губернатор Игорь Руденя вручил паспорта тем, кому исполнилось 14 лет. На мероприятии присутствовал Наталья Чекет. Среди награжденных военнослужащие, работники здравоохранения и образования, искусства, науки, промышленности, представители исполнительной власти. Перед церемонией награждения губернатор Игорь Руденя обратился к собравшимся. Поздравляю всех с Днём государственного флага Российской Федерации. Этот праздник объединяет нас чувством уважения к официальному государственному символу нашего Отечества, олицетворяющему великую, мощную и независимую мировую державу. На протяжении многовековой истории под российским флагом развивалась и крепла самая большая страна в мире, собравшая в один общий дом многие народы и огромные территории. Медалью Ордена за заслуги перед Отечеством в первой степени награжден артист театра юного зрителя Александр Романов. Он работает в учреждении с 1988 года. Профессии актера Александр Борисович посвятил более 40 лет. Как отметил Игорь Руденя, на протяжении десятилетий каждая роль и постановка мастера становится настоящим событием в театральной жизни региона. Это очень приятно, что оценили. Это всегда стимул для будущего поколения, что не просто так служишь, а еще о тебе помнят, думают и награждают. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени награжден президент Завидова Девелопмент Дмитрий Окороков. Наряду с созданием и развитием на территории Тверской области курорта компания занимается строительством и модернизацией социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры. У нас очень интересная работа. Мы занимаемся развитием территории Завидова, обустройством относительно небольшого кусочка нашей огромной страны. И мы вкладываем в это дело все свои силы, душу, ресурсы и Тверская земля отвечает нам взаимностью. Особый почет в регионе оказывают многодетным родителям. Почетный знак Тверской области «Слава матери» вручили многодетной маме Анне Изюмовой из Старецкого муниципального округа. У женщины 8 детей, 3 дочери и 5 сыновей. Самый старший 23 года, а младшему 10. Анна рассказывает, что самая большая награда для нее – это дети. В данный момент живем в большом доме. Все стремятся приехать домой. То есть вот со своих общежитий, то, что сейчас учатся. Ну, всем нравится дома, все помогают во всем. Мальчишки в одном, девчонки в другом. Мы с детьми общаемся не как мама с папой и с детьми, а вот как друзья. То есть они с нами советуются, где-то мы с ними советуемся. То есть вот так, друг от друга берем что-то. Знак слова отца передали Максиму Дегтеву. У него 8 детей и уже 3 внука. Считает, что главное в воспитании детей – это прививать им уважение к старшим и трудолюбие. Семья вроде дружная у нас. Главное, чтобы они между собой, все хорошо было. Чтобы дружба была. Помогают все друг другу. Слова признательности в этот день прозвучали в адрес военнослужащих, участников специальной военной операции, которые присутствовали на торжественной церемонии. А пяти юным жителям Верхневолжья из Твери, Зубцова, Вышнего, Волочка и Осташкова губернатор вручил паспорта гражданина Российской Федерации.